Вопросов об оплате капитального ремонта множество. Мы продолжим тему с гостем нашей студии. Это руководитель регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Шубин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот только что мы показывали сюжет, и отсюда первый вопрос. Наверное, будет еще много таких ситуаций. Вот только что жители сделали ремонт, собирали деньги, ремонт завершен, и в этом случае им все равно приходится платить по этим новым квитанциям. Да? Ну да, действительно, в соответствии с жилищным кодексом, с нашим законодательством, собственники, все собственники должны оплачивать этот взнос. У нас в Ярославской области, в частности, в городе Ярославля, достаточно много домов ремонтировали силами управляющих компаний на средства собственников. Давалась рассрочка в оплате этих работ, как в данном случае. И в нашем областном законе есть статья, где сказано, что если ремонт сделан за 100% средств собственников, то может быть произведен зачет. То есть какое-то время собственники могут не оплачивать вот этот минимальный взнос. На сегодняшний момент к этому закону разработан порядок, какие документы надо предоставить фонд, кому заявиться. И после только вот этого, выхода этого документа, этот документ уже на согласование в правительстве Ярославской области, после этого региональный фонд будет принимать решение о зачете средств. И какое-то время собственникам не будут приходить вот этих домов квитанции по оплате взносно-капитальный ремонт. Но, повторюсь, сейчас этот документ на согласование правительства области. В ближайшее время он выйдет, и мы его разместим на сайте через средства массовой информации. Мы доведем до собственников. Все, понятно. Вот это уже легче. Жизнь, мне кажется, станет всем. Вот еще много вопросов по появлению квитанции, точнее, времени их появления в почтовом ящике. Почему так поздно? Не будет ли начисления пений? Ну, первая квитанция, мы заключили, региональный фонд заключил договор с 12 организациями по Ярославской области, которые начисляют вот этот взнос и распечатывают квитанции. Но, к сожалению, все на разных программных обеспечениях, то есть появились некоторые технические сложности. Но в процессе сейчас мы их решаем, и к следующей квитанции, думаю, мы решим. Поэтому была небольшая задержка. В связи с этим за июль месяц никаких санкций за просрочку оплаты взносов региональным фондом применяться не будет. Хорошо. А почему банки берут комиссию за этот платеж, еще иногда очень большую? Кто определяет, насколько велика эта комиссия? Хочу заметить, что те собственники, которые выбрали общий счет регионального оператора, котловой вот этот, да, то оплата взнос на капитальный ремонт будет для них бесплатна. За них будет оплатить региональный оператор. А те собственники, которые выбрали специальный счет, они, к сожалению, должны при оплате этого взноса оплатить комиссию сверх этого платежа. Размер комиссии определяется самим банком. Но с банками мы провели работу, все банки понимают, что это социальная такая задача, и, в принципе, они приняли достаточно большие комиссии. Хотя на сегодняшний момент в некоторых кредитных организациях по техническим, опять же, причинам комиссия берется в большем размере. У нас просто были еще звонки от телезрителей. Вот в Тутаеве некоторые банки вообще не принимают платежи. Просто надо подождать, да? Да, надо подождать. Если до 20-го числа, до 25-го люди оплатят, то никаких санкций не будет за первую квитанцию. А вот еще у меня смешной вопрос есть. Почему деньги уходят в Воронеж? Там в квитанции написано, видимо, Воронеж. И что там? Главный центр этих накоплений? Нет, нет, нет. В соответствии с законодательством региональный фонд провел открытый конкурс по выбору банка, где будут храниться деньги. И в этом конкурсе выиграл банк ВТБ. Но филиал в Центральном федеральном округе этого банка, ВТБ, находится в городе Воронеж. В соответствии со всеми реквизитами мы должны в квитанции указать именно филиал банка ВТБ в городе Воронеж. А деньги, на самом деле, они будут оставаться в Ярославле, потому что в Ярославле находится операционный офис банка ВТБ. Ну что ж, спасибо, Дмитрий Владимирович. Я понял, что, в общем-то, ничего страшного не происходит. Просто еще не отработан механизм. Нужно немного подождать. Ну, немного подождать. А думаю, со следующей квитанции все проблемы решатся. Спасибо большое. Гостем нашей студии был руководитель регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Шубин.